Андрей Платонов в прекрасном и яростном мире. В Толубиевском депо лучшим паровозным машинистом считался Александр Васильевич Мальцев. Ему было лет 30, но он уже имел квалификацию машиниста первого класса и давно водил скорые поезда. Когда в наше депо прибыл первый мощный пассажирский паровоз серии ИС, то на эту машину назначили работать Мальцева, что было вполне разумно и правильно. Помощником у Мальцева работал пожилой человек из деповских слесарей по имени Фёдор Петрович Драбанов. Но он вскоре выдержал экзамен на машинист и ушёл работать на другую машину. А я был вместо Драбанова определён работать в бригаду Мальцева помощником. До того я тоже работал помощником механика, но только на старой, маломощной машине. Я был доволен своим назначением. Машина ИС, единственная тогда на нашем тяговом участке, одним своим видом вызывала у меня чувство воодушевления. Я мог подолгу глядеть на неё, и особая растроганная радость пробуждалась во мне, столь же прекрасная, как в детстве при первом чтении стихов Пушкина. Кроме того, я желал поработать в бригаде первоклассного механика, чтобы научиться у него искусству вождения тяжёлых скоростных поездов. Александр Васильевич принял моё назначение в его бригаду спокойно и равнодушно. Ему было, видимо, всё равно, кто у него будет состоять в помощниках. Перед поездкой я, как обычно, проверил все узлы машины, испытал всё её обслуживающее и вспомогательные механизмы и успокоился, считая машину готовой к поездке. Александр Васильевич видел мою работу. Он следил за ней, но после меня собственными руками снова проверил состояние машины. Точно он не доверял мне. Так повторялся впоследствии. И я уже привык к тому, что Александр Васильевич постоянно вмешивался в мои обязанности, хотя и огорчался молчаливо. Но обыкновенно, как только мы были в ходу, я забывал про своё огорчение. Отвлекаясь вниманием от приборов, следящих за состоянием бегущего паровоза, от наблюдения за работы левой машины и пути впереди, я посматривал на Мальцева. Он вёл состав с отважной уверенностью великого мастера, сосредоточенностью вдохновенного артиста, вобравшего весь внешний мир в своё внутреннее переживание и поэтому властвующего над ним. Глаза Александра Васильевича глядели вперёд отвлечённые, как пустые. Но я знал, что он видел ими всю дорогу впереди и всю природу, несущуюся нам навстречу. Даже воробей, сметённый с балластного откоса ветром, вонзающийся в пространство машины, даже этот воробей привлекал взор Мальцева. И он поворачивал на мгновение голову вслед за воробьём. Что с ним станется после нас? Куда он полетел? По нашей вине мы никогда не опаздывали. Напротив, часто нас задерживали на промежуточных станциях, которые мы должны проследовать сходу, потому что мы шли с нагоном времени и нас посредством задержек обратно вводили в график. Обычно мы работали молча. Лишь изредка Александр Васильевич, не оборачиваясь в мою сторону, стучал ключом по котлу, желая, чтобы я обратил своё внимание на какой-нибудь непорядок в режиме работы машины или подготавливая меня к резкому изменению этого режима, чтобы я был бдителен. Я всегда понимал безмолвные указания своего старшего товарища и работал с полным усердием. Однако механик по-прежнему относился ко мне, равно как я к смазчику-качегару, отчуждённо и постоянно проверял на стоянках пресс-маслёнки, затяжку болтов в дышлавых узлах, опробовал буксы на ведущих осях и прочее. Если я только что осмотрел и смазал какую-нибудь рабочую трясующуюся часть, то Мальцев вслед за мной снова её осматривал и смазывал. Точно не считаю мою работу действительной. «Я, Александр Васильевич, этот крецков уже проверил», — сказал я ему однажды, когда он стал проверять эту деталь после меня. «А я сам хочу», — улыбнувшись, ответил Мальцев. И в улыбке его была грусть, поразившая меня. Позже я понял значение его грусти и причину его постоянного равнодушия к нам. Он чувствовал своё превосходство перед нами, потому что понимал машину точнее, чем мы. И он не верил, что я или кто другой может научиться тайне его таланта. Тайне видеть одновременно и попутного воробья, и сигнал впереди, ощущая в тот же момент путь, вес состава и усилия машины. Мальцев понимал, конечно, что в усердии и в старательности мы даже можем его превозмочь. Но он не представлял, чтобы мы больше его любили паровоз и лучше его водили поезда. Лучше, он думал, было нельзя. И Мальцеву поэтому было грустно с нами. Он скучал от своего таланта, как от одиночества, не зная, как нам высказать его, чтобы мы поняли. И мы правда не могли понять его умения. Я попросила однажды разрешить повести мне состав самостоятельно. Александр Васильевич позволил мне проехать километров 40 и сел на место помощника. Я повел состав, и через 20 километров уже имел 4 минуты опоздания. А выход из затяжных подъемов преодолевал со скоростью не более 30 километров в час. После меня машину повел Мальцев. Он брал подъемы со скоростью 50 километров, и на кривых у него не забрасывал машину, как у меня. И он вскоре нагнал упущенное мною время. Около года я работал помощником у Мальцева. С августа по июль и 5 июля Мальцев совершил свою последнюю поездку в качестве машиниста курьерского поезда. Мы взяли состав 80 пассажирских осей, опоздавших до нас пути на 4 часа. Диспетчер вышел к паровозу и специально попросил Александра Васильевича сократить, сколь возможно, опоздание поезда. Свести его опоздание хотя бы к 3 часам, иначе ему трудно будет выдать порожняк на соседнюю дорогу. Мальцев пообещал ему нагнать время, и мы тронулись вперед. Было 8 часов пополудни, но летний день еще длился, и солнце сияло с торжественной утренней силой. Александр Васильевич потребовал от меня держать все время давление пара в котле лишь на пол атмосферы ниже предельного. Через полчаса мы вышли в степь на спокойный мягкий профиль. Мальцев довел скорость хода до 90 км и ниже не сдавал. Наоборот, на горизонтальных и малых уклонах доводил скорость до 100 км. На подъемах я форсировал топку до предельной возможности и заставлял кочегара вручную загружать шуровку в помощь стокерной машине, ибо пар у меня садился. Мальцев гнал машину вперед, отведя регулятор на всю дугу и отдав реверс на полную отсечку. Мы теперь шли навстречу мощной тучи, появившейся из-за горизонта. С нашей стороны тучу освещало солнце, а изнутри ее рвали свирепые раздраженные молнии, и мы видели, как мечи молний вертикально вонзались в безмолвную дальнюю землю, и мы бешено мчались к той дальней земле, словно спеша на ее защиту. Александр Васильевич, видимо, увлекал это зрелище. Он далеко высунулся в окно, глядя вперед, и глаза его, привыкшие к дыму, к огню и пространству, блестели сейчас воодушевлением. Он понимал, что работа и мощность нашей машины могли идти в сравнение с работой грозы, и, может быть, гордился этой мыслью. Вскоре мы заметили пыльный вихрь, несшийся по степи нам навстречу. Значит, и грозовую тучу не слабури нам в лоб. Свет потемнел вокруг нас. Сухая земля и степной песок засветели и заскрежетали по железному телу паровоза. Видимости не стало, и я пустил турбодинамо для освещения и включил лобовой прожектор впереди паровоза. Нам теперь трудно было дышать от горячего пыльного вихря, забивавшегося в кабину и удвоенного в своей силе встречным движением машины, от топочных газов и раннего сумрака, обступившего нас. Паровоз своим пробивался вперед в смутный душный мрак. В щель света создавая лобовым прожектором. Скорость упала до 60 километров. Мы работали и смотрели вперед, как в сновидении. Вдруг крупный каплю ударил по ветровому стеклу и сразу высохло, испитый жарким ветром. Затем мгновенный синий свет вспыхнул у моих ресниц и проник в меня до самого содрогнувшегося сердца. Я схватился за кран инжектора, но боль в сердце уже отошла от меня, и я сразу поглядел в сторону Мальцева. Он смотрел вперед и вел машину, не изменившись в лице. — Что это было? — спросил я у кочегара. — Молния, — сказал он, — хотела в нас попасть, да маленько промахнулась. Мальцев расслышал наши слова. — Какая молния? — спросил он громко. — Сейчас была, — произнес кочегар. — Я не видел, — сказал Мальцев и снова обратился лицом наружу. — Не видел, — удивился кочегар. — Я думал, котел взорвался, вот как засветило, а он не видел. — Я тоже усомнился, что это была молния. — А гром где? — спросил я. — Гром мы проехали, — объяснил кочегар. Гром всегда после бьет. Пока он вдарил, пока воздух расшатал, пока туды-сюды мы уже прочего пролетели. Пассажиры, может, слыхали, а не сзади. Далее мы вошли в ливень, но скоро миновали его и выехали в утихшую темную степь, над которой неподвижно поколись смирные и заработавшиеся тучи. Потемнело вовсе, и наступила спокойная ночь. Мы ощущали запах сырой земли, благоуханий трав и хлебов, напитанных дождем и грозой, и неслись вперед, нагоняя время. Далее мы вошли в ливень, но скоро миновали его и выехали в утихшую темную степь, над которой неподвижно поколись смирные и заработавшиеся тучи. Потемнело вовсе, и наступила спокойная ночь. Мы ощущали запах сырой земли, благоуханий трав и хлебов, напитанных дождем и грозой, и неслись вперед, нагоняя время. Я заметил, что Мальцев стал хуже вести машину. На кривых нас забрасывало, скорость доходила то до ста с лишним километров, то снижалось до сорока. Я решил, что Александр Васильевич, наверное, очень уморился, и поэтому ничего не сказал ему, хотя мне было очень трудно держать в наилучшем режиме работу топки и котла при таком поведении механика. Однако через полчаса мы должны остановиться для набора воды, и там на остановке Александр Васильевич поест и немного отдохнет. Мы уже нагнали сорок минут, и до конца нашего тягового участка мы нагоним еще не менее часа. Все же я обеспокоился усталостью Мальцева и стал сам внимательно глядеть вперед, на путь и на сигналы. С моей стороны над левой машиной горела на весу электрическая лампа, освещая машущий дошловой механизм. Я хорошо видел напряженную, уверенную работу левой машины, но затем лампа над ней припотухла и стала гореть бедно, как одна свечка. Я обернулся в кабину. Там тоже все лампы горели теперь в четверть накала, еле освещая приборы. Странно, что Александр Васильевич не постучал мне ключом в этот момент, чтобы указать на такой непорядок. Ясно было, что турбодинамо не давало расчетных оборотов и напряжение упало. Я стал регулировать турбодинамо через паропровод и долго возился с этим устройством, но напряжение не поднималось. В это время туманное облако красного света прошло по циферблатам приборов и потолку кабины. Я выглянул наружу. Впереди и во тьме близко или далеко нельзя было установить, какая полоса света колебалась поперек нашего пути. Я не понимал, что это было, но понял, что надо делать. Александр Васильевич, крикнул я и дал три гудка остановки. Раздались взрывы петард под бандажами наших колес. Я бросился к Мальцеву. Он обернул ко мне свое лицо и поглядел на меня пустыми покойными глазами. Стрелка на циферблате тахометра показывала скорость в 60 километров. «Мальцев!» – закричал я. «Мы петарды давим!» и протянул руки к управлению. «Прочь!» – воскликнул Мальцев, и глаза его засияли, отражая свет тусклой лампы над тахометром. Он мгновенно дал экстренное торможение и перевел реверс назад. Меня прижало к отлу, я слышал, как выли бандажи колес, стругавшие рельсы. «Мальцев!» – сказал я. «Надо краны цилиндров открыть! Машину сломаем!» «Не надо! Не сломаем!» – ответил Мальцев. Мы остановились. Я закачал инжектором воду в котел и выглянул наружу. Впереди нас метров десяти стоял на нашей линии паровоз тендером в нашу сторону. На тендере находился человек, в руках у него была длинная кочерга, раскаленная на конце до красного цвета. Ею и махал он, желая остановить курьерский поезд. Паровоз этот был толкачем товарного состава, остановившегося на перегоне. Значит, пока я налаживал турбодинамо и не глядел вперед, мы прошли желтый светофор, а затем и красный, и, вероятно, не один предупреждающий сигнал путевых обходчиков. Но отчего эти сигналы не заметил Мальцев. – Костя, – позвал меня Александр Васильевич. Я подошел к нему. – Костя, что там впереди нас? – и объяснил ему. – Костя, дальше ты поведешь машину. Я ослеп. На другой день я привел обратный состав на свою станцию и сдал паровоз в депо, потому что у него на двух скатах слегка сместились бандажи. Доложив начальнику депо о происшествии, я повел Мальцева под руку к месту его жительства. Сам Мальцев был в тяжком удручении и не пошел к начальнику депо. Мы еще не дошли до того дома, на заросшей травой улице, в котором жил Мальцев, как он попросил меня оставить его одного. – Нельзя, – ответил я. – Вы, Александр Васильевич, слепой человек. Он посмотрел на меня ясными думающими глазами. – Теперь я вижу. Вступай домой. – Я вижу все. Вот жена вышла встретить меня. У ворот дома, где жил Мальцев, действительно стояла в ожидании женщина, жена Александра Васильевича. Ее открытые черные волосы блестели на солнце. – А у нее голова покрыта или безо всего? – спросил я. – Без, – ответил Мальцев. – Кто, слепой ты или я? – Ну, раз видишь, то смотри, – решил я и отошел от Мальцева. Мальцева отдали под суд, и началось следствие. Меня вызвал следователь и спросил, что я думаю о происшествии с курьерским поездом. Я ответил, что думал, что Мальцев не виноват. – Он ослеп от близкого разряда, от удара молнии, – сказал я следователю. Он был контужен, и нервы, которые управляют зрением, были у него повреждены. Я не знаю, как это нужно сказать точно. – Я вас понимаю, – произнес следователь. – Вы говорите точно. Это все возможно, но недостоверно. Ведь сам Мальцев показал, что он молнии не видел. – А я ее видел. И смазчик ее тоже видел. – Значит, молния ударила ближе к вам, чем к Мальцеву, – рассуждал следователь. – Почему же вы и смазчик не контужены, не ослепли? – А машинист Мальцев получил контузию зрительных нервов и ослеп. – Как вы думаете? Я стал в тупик, а затем задумался. – Молнию Мальцев увидеть не мог, – сказал я. Следователь удивленно слушал меня. – Он увидеть ее не мог. Он ослеп мгновенно от удара электромагнитной волны, который идет впереди света молнии. Свет молнии есть последствия разряда, а не причина молнии. Мальцев был уже слепой, когда молния засветилась, а слепой не мог увидеть света. – Интересно, – улыбнулся следователь. – Я бы прекратил дело Мальцева, если бы он и сейчас был слепым. Но вы же знаете, теперь он видит так же, как мы с вами. – Видит, – подтвердил я. – Был ли он слепым? – продолжал следователь, когда на огромной скорости вел курьерский поезд в хвост товарному поезду. – Был, – подтвердил я. Следователь внимательно посмотрел на меня. – Почему же он не передал управление паровозом вам или, по крайней мере, не приказал вам остановить состав? – Не знаю, – сказал я. – Вот видите, – говорил следователь, – взрослый сознательный человек управляет паровозом курьерского поезда, везет на верную гибель сотни людей, случайно избегает катастрофы, а потом оправдывается тем, что он был слеп. Что это такое? – Но ведь он и сам бы погиб, – говорю я. – Вероятно. – Однако меня больше интересует жизнь сотен людей, чем жизнь одного человека. Может быть, у него были свои причины погибнуть? – Не было, – сказал я. Следователь стал равнодушен. Он уже заскучал от меня, как от глупца. – Вы все знаете, кроме главного, – в медленном размышлении сказал он. – Вы можете идти. От следователя я пошел на квартиру Мальцева. – Александр Васильевич, – сказал я ему, – почему вы не позвали меня на помощь, когда ослепли? – А я видел, – ответил он. – Зачем ты нужен мне был? – Что вы видели? – Все. Линию, сигналы, пшеницу в степи, работу паровой машины. Я все видел. Я озадачился. – А как же так у вас вышло? Вы проехали все предупреждения, вышли прямо в хвост другому составу. Бывший механик первого класса грустно задумался и тихо ответил мне, как самому себе. – Я привык видеть свет, и я думал, что вижу его. А я видел его тогда только в своем уме, воображение. На самом деле я был слепой, но я этого не знал. Я и в петарды не поверил, хотя и услышал их. Я подумал, что ослышался. А когда ты дал гудки остановки и закричал мне, я видел впереди зеленый сигнал. Я сразу не догадался. Теперь я понял Мальцева. Он не знал, почему он не скажет о том следователю о том, что после того, как он ослеп, он еще долго видел мир в своем воображении и верил в его действительность. И я спросил об этом Александра Васильевича. – А я ему говорил, – ответил Мальцев. – А он что? – Это, говорит, ваше воображение было. Может быть, и сейчас воображаете что-нибудь, я не знаю. – Мне, говорит, нужно установить факты, а не ваше воображение или мнительность. Ваше воображение, было оно или нет, я проверить не могу. Оно было лишь у вас в голове. Это ваши слова. О крушении, которое чуть-чуть не произошло, это действие. – Он прав, – сказал я. – Прав, я сам знаю, – согласился машинист. – И я тоже прав, а не виноват. – Что ж теперь будет? – В тюрьме сидеть будешь, – сообщил я ему. Мальцева посадили в тюрьму. Я по-прежнему ездил помощником, но только уже с другим машинистом, осторожным стариком, тормозившим состав еще за километр до желтого светофора. А когда мы подъезжали к нему, то сигнал переделывался на зеленый, и старик опять начинал волочить состав вперед. Это была не работа. Я скучал по Мальцеву. Зимой я был в областном городе, посетил своего брата, студента, жившего в университетском общежитии. Брат сказал мне среди беседы, что у них в университете есть физическая лаборатория установка Тесла для получения искусственной молнии. Мне пришло в голову некоторые соображения, неуверенные, еще неясные для меня самого. Возвратившись домой, я обдумал свою догадку относительно установки Тесла и решил, что моя мысль правильная. Я написал письмо следователю, ведшему в свое время дело Мальцева с просьбой испытать заключенного Мальцева на подверженности его действию электрических разрядов. В случае, если будет доказана подверженность психики Мальцева, либо его зрительных органов действию близких внезапных электрических разрядов, то дело Мальцева надо пересмотреть. Я указал следователю, где находится установка Тесла и как нужно произвести опыт над человеком. Следователь долго не отвечал мне, но потом сообщил, что областной прокурор согласился произвести предложенную мной экспертизу в университетской физической лаборатории. Через несколько дней следователь вызвал меня повесткой. Я пришел к нему взволнованный, заранее уверенный в счастливом решении дела Мальцева. Следователь поздоровался со мной, но долго молчал, медленно читал какую-то бумагу печальными глазами. Я терял надежду. — Вы подвели своего друга, — сказал затем следователь. — А что, приговор остается прежний? — Нет. Мы освободим Мальцева. Приказ уже дан. Может быть, Мальцев уже дома. — Благодарю вас. Я встал на ноги перед следователем. — А мы вас благодарить не будем. Вы дали плохой совет. Мальцев опять слепой. Я сел на стул в усталости. Во мне мгновенно сгорела душа, и я захотел пить. Эксперты без предупреждения в темноте привели Мальцева под установкой Тесла, говорил мне следователь. Включен был ток, произошла молния и раздался резкий удар. Мальцев прошел спокойно, но теперь он снова не видит света. Это установлено объективным путем судебно-медицинской экспертизой. Следователь попил воды и добавил. Сейчас он опять видит мир только в одном своем воображении. Вы его товарищ, помогите ему. Может быть, к нему опять вернется зрение, высказал я Надежду, как было тогда, после паровоза. Следователь подумал. Едва ли. Тогда была первая травма, теперь вторая. Рана нанесена по раненому месту. И не сдерживаясь боли, следователь встал и в волнении начал ходить по комнате. Это я виноват. Зачем я послушал вас и как глупец стоял на экспертизе. Я рисковал человеком, а он не вынес риска. Вы не виноваты. Вы ничем не рисковали, утешил я следователя. Что лучше, свободный слепой человек или зрячий, но невиновный заключенный? Я не знал, что мне придется доказать невиновность человека посредством его несчастья, сказал следователь. Это слишком дорогая цена. Вы не волнуйтесь, товарищ следователь. Тут действовали факты внутри человека, а вы искали их только снаружи. Но вы сумели понять свой недостаток и поступили с Мальцевым как человек благородный. Я вас уважаю. Я вас тоже, сознался следователь. Знаете, из вас мог бы выйти помощник следователя. Спасибо, но я занят. Я помощник машиниста на курьерском паровозе. Я ушел. Я не был другом Мальцева, и он ко мне всегда относился без внимания и заботы. Но я хотел защитить его от горя судьбы. Я был ожесточен против роковых сил, случайно и равнодушно уничтожающих человека. Я почувствовал тайный и неуловимый расчет этих сил в том, что они губили именно Мальцева, а не меня, скажем. Я понимал, что в природе не существует такого расчета в нашем человеческом математическом смысле. Но я видел, что происходят факты, доказывающие существование враждебных для человеческой жизни гибельных обстоятельств. И эти гибельные силы сокрушают избранных, возвышенных людей. Я решил не сдаваться, потому что чувствовал себе нечто такое, чего не могло быть во внешних силах природы и в нашей судьбе. Я чувствовал свою особенность человека. И я пришел в ожесточение, решил воспротивиться, сам еще не зная, как это нужно сделать. На следующее лето я сдал экзамены на звание машиниста и стал ездить самостоятельно на паровозе серии СЭУ, работа на пассажирском местном сообщении. И почти всегда, когда я подавал паровоз под состав, стоявшую у станционной платформы, я видел Мальцева, сидевшего на крашенной скамейке. Облокотившись рукою на трость, поставленную между ног, он обращал в сторону паровоза свое страстное чуткое лицо с опустевшими слепыми глазами. И жадно дышал запахом гари и смазочного масла. И внимательно слушал ритмичную работу паровоздушного насоса. Утешить его мне было нечем. И я уезжал, а он оставался. Шло лето. Я работал на паровозе и часто видел Александра Васильевича. Не только на вокзальной платформе, но встречал его и на улице, когда он медленно шел, ощупывал дорогу тростью. Он осунулся и постарел за последнее время. Жил он в достатке, ему определили пенсию. Жена его работала, детей у них не было, но тоска, безжизненная участь снедали Александра Васильевича. И тело его худело от постоянного горя. Я с ним иногда разговаривал, но увидел, что ему скучно было беседовать о пустяках и довольствоваться моим любезным утешением, что и слепой это тоже вполне полноправный, полноценный человек. Прочь, говорил он, выслушав мои доброжелательные слова. Но я тоже был сердитый человек, и когда по обычаю он однажды велел уходить мне прочь, я сказал. Завтра в 10.30 я поведу состав. Если будет сидеть тихо, я возьму тебя в машину. Мальцев согласился. Ладно, я буду смирным. Дай мне там в руки что-нибудь. Дай реверс подержать. Я крутить его не буду. Крутить его ты не будешь, подтвердил я. Если покрутишь, я тебе дам в руки кусок угли и больше сроду не возьму на паровоз. Слепой промолчал. Он настолько хотел снова побыть на паровозе, что смирился передо мной. На другой день я пригласил его с скрашенной скамейки на паровоз и сошел к нему навстречу, чтобы помочь ему подняться в кабину. Когда мы тронулись вперед, я посадил Александра Васильевича на свое место машиниста. Положил одну его руку на реверс и другую на тормозной автомат и поверх его рук положил свои руки. Я водил своими руками как надо, и его руки тоже работали. Мальцев сидел молчаливо и слушался меня, наслаждаясь движением машины ветром в лицо и работой. Он сосредоточился, забыл свое горе слепца и кроткой радость осветил изможденное лицо этого человека, для которого ощущение машины было блаженством. В обратный конец мы ехали подобным же способом. Мальцев сидел на месте механика, а я стоял, склонившись возле него и держал свои руки на его руках. Мальцев уже приноровился работать таким образом настолько, что у меня было достаточно легкого нажима на его руку, и он с точностью ощущал мое требование. Прежний совершенный мастер машины стремился превозмочь в себе недостаток зрения и чувствовать мир другими средствами, чтобы работать и оправдать свою жизнь. На спокойных участках я вовсе отходил от Мальцева и смотрел вперед со стороны помощника. Мы уже были на подходе к Толубееву, наш очередной рейс благополучно заканчивался, и шли мы вовремя. Но на последнем перегоне нам светил навстречу желтый светофор. Я не стал преждевременно сокращать ходы и шел на светофор с открытым паром. Мальцев сидел спокойно, держа левую руку на реверсе, и осмотрел на своего учителя с тайным ожиданием. «Закрой пар», — сказал мне Мальцев. Я промолчал, волнуюсь всем сердцем. Тогда Мальцев встал с места, протянул руку к регулятору и закрыл пар. «Я вижу желтый свет», — сказал он и повел рукоятку тормоза на себя. «А может быть, ты опять только воображаешь, что видишь свет», — сказал я Мальцеву. Он повернул ко мне свое лицо и заплакал. Я подошел к нему и поцеловал его в ответ. «Веди машину до конца, Александр Васильевич, ты видишь теперь весь свет». Он довел машину до Тулубеева без моей помощи. После работы я пошел вместе с Мальцевым к нему на квартиру, и мы вместе с ним просидели весь вечер и всю ночь. Я боялся оставить его одного как родного сына, без защиты против действия внезапных и враждебных сил нашего прекрасного и яростного мира. Субтитры создавал DimaTorzok